МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Меня зовут Евгения Августина. В нашей студии главный врач Азенцовской областной больницы Андрей Васильевич Фадеев. Здравствуйте. Здравствуйте. А я напоминаю телезрителям, что мы работаем в прямом эфире. Это значит, что у вас есть возможность задать Андрею Васильевичу вопрос по телефону 8495 508 86 84. Андрей Васильевич, тем не менее, коронавирусная инфекция снова в центре внимания. Нестова по-прежнему никуда не уходил коронавирус. Но можем ли мы констатировать, что сейчас вторая волна пошла на спад? Да, сейчас мы видим резкое снижение уже и количества выявляемых новых случаев заболевания. И, конечно же, резкое уменьшение случаев госпитализации по нашему городскому округу. Сейчас у нас еще пока развернуто тысячу коек. Ну, около примерно тысячи коек. И примерно 60 из них сейчас занято. То есть, по-прежнему, 40 уже свободно. Мы сейчас пока их не торопимся закрывать, потому что впереди осенний период, как правило, и коронавирус уносит период сезонного заболевания. Сейчас тем более будет, как правило, у нас еще небольшой рост гриппа тоже, как это бывает каждый год, тоже сезонное заболевание. Это может на другую наложиться и дать нам небольшую тоже, опять-таки, волну по заболеваемости. Поэтому сейчас пока коеки сохраняем. Также продолжаем вакцинацию, активную кампанию по вакцинации, чтобы, конечно, минимизировать риски именно уже третьей волны такой полноценной. Вот это снижение, оно произошло за счет сезонности или благодаря вакцинации? Я думаю, что, конечно, вакцинация сыграла в первую очередь, потому что мы привили уже почти 130 тысяч человек по городскому округу. Это, конечно, почти половина всего городского округа. Это очень хорошо. И часто переболело вот эти две полноценных волны. И, конечно же, тоже сыграло роль, что этот вирус сейчас резко пошел на спад. Но пока еще остается резко заболеть, потому что случаев выявляем много. Это есть 88 за сутки. Это, конечно, пока еще много. Потому что мы выявляли там и 20, и 30 тоже между волнами, между первой и второй волнами. Конечно, кто еще не привился, надо прививаться обязательно. То есть не откладывать. И сейчас уже мы открыли бы вакцинацию от гриппа. То есть можно привиться уже сейчас и от коронавируса, и от гриппа. Между ними нужно сделать интервал 2 недели примерно, чтобы, соответственно, не было осложнений ни от вакцинации, ни от гриппа, ни от коронавируса. Мы помним, что одно время на вакцинацию от коронавируса выстраивались очереди. Вот сколько сейчас пунктов вакцинации работает, и есть ли такой ажиотаж, который был, наверное, месяца 2 тому назад? У нас работало 16 пунктов вакцинации. Мы были представлены во всех больших поликлиниках, в торговых центрах. Сейчас мы оставили пункты вакцинации без изменений в поликлиниках. То есть можно прийти привиться совершенно свободно, без очереди. Также можно и по записи, и без записи прийти. Кроме того, у нас есть торговые центры. Мы оставили, Глобус оставили, оставили Вегас пока. Хотя видим резкое снижение уже желающих произвакцинировать в торговых центрах. Но пока еще там есть какой-то определенный поток либ, поэтому пока их, соответственно, оставили. Атлас и Дубрава мы, на следующий момент, закрыли. Потому что там буквально иссяк уже поток на вакцинацию. Там были какие-то единичные вакцинации. И, конечно, тратить на этот ресурс медработников тоже было неправданным. Тем более, у нас есть сейчас вызыва, есть приемы в поликлиниках. У нас там был небольшой провал, так скажем, больше перекосов в пользу вакцинации. Мы сейчас, естественно, вернули, так скажем, врачей на рабочие места. Можем ли мы говорить, что, скажем так, наука победила над мракобесием, по-другому не назовешь? Изменили ли люди свое отношение к вакцинации? Потому что, да, когда только все начиналось, слухов, домыслов ходило великое множество. Ну, изначально, как вы помните, вообще было, что у нас ковид, эта история такая... Да, ему вообще не существует, говорили. Даже была такая тема, как ковид-диссиденты. Тогда, помните, в свое время предлагал тоже к нам прийти, сделать с нами обход вместе. Это кто не верит. И говорили, что мы все актеры, что наши пациенты актеры. Что только не было. Потом такая же была тема, примерно, с вакцинацией. Что там и чипируют, и что, да, какие-то кромыслы там не были. Что там и магниты какие-то, и чипы внедряют. Ну, это тоже, конечно, тоже такая своеобразная очень тема. Кто с вакцинацией-то видел, конечно, там очень сложно будет либо чип, либо какой-то там имплант внедрить. Это обычный банальный укол. Те, кто еще сомневается пока в вакцинации, я бы, конечно, если бы это было возможно, вас бы поднял в реанимацию и хоть раз в ковидную. Вы бы посмотрели, как в состоянии находятся эти больные, как они там лежат на животе, как они лежат у них, что легкие не дают в полной мере дышать, потому что они поражены коронавирусом. Когда пациент поступает с стокиновым штормом, когда уже вирус разрушает легкие, соответственно, мы там максимально вводим такие препараты, как темра, там, и в аналоге. Конечно, это очень тяжелое заболевание, и когда человек банально задыхается от дефицита воздуха, это ужасное чувство. И я думаю, что сколько я потом общался с людьми, которые, соответственно, были после реанимации или даже были в палате, но были проблемы с ныханием, конечно, они первые, кто потом ревакцинируется, и своих родственников всех абсолютно ведут на вакцинацию, потому что такого втро они случаи не пережить не хотят, потому что это очень тяжело, очень страшно, и что очень сильно влияет и на все остальные функции организма, не только на дыхание. Как вы знаете, коронавирус имеет последствия и по сердечно-сосудистой системе, и по нервной системе. Да, после ковидный синдром вот этот самый. Мы, кстати, активно будем заниматься реабилитацией на базе КЦОМИР, когда тема с коронавирусом уйдет, когда мы сможем, так скажем, в мирное русло поставить работу нашего КЦОМИРа, это сейчас нам вливается, нам сейчас еще будет не филиалом, мы там будем заниматься полноценной после ковидной реабилитации. А я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире 8-495-508-86-84. Здравствуйте. Алло. Алло. Здравствуйте, как вас зовут? Меня Людмила Павловна. Людмила Павловна, очень приятно задавать ваш вопрос. Я хотела бы задать вопрос по поводу вакцинации против гриппа. В прошлые годы мы вакцинировались просто даже на площади, помню, перед вокзалом, где стадион. Вот я лично вакцинировалась там. Будут ли в этом году такие же пункты открыты по гриппу? Спасибо большое, Людмила Павловна. Будете вакцинироваться от гриппа? Конечно. Вот у нас ответственные телезрители. Совершенно правильная позиция, конечно, надо вакцинироваться. Да, мы сделаем максимально удобно для жителей. Мы также, наш ФАП, наш стандартный, наш центр мобильных, скажем, вакцинаций, и он будет стоять на площади также, соответственно, как и каждый год, в выходные мы будем его выставлять. Кроме того, я думаю, что мы будем выставлять по графику наш ФАП в отдаленных наших территориях, там может быть деревнях, селах, чтобы люди, которые находятся там, можно было прийти завакцинироваться. Мы сейчас график формируем, я думаю, что мы на следующей неделе уже доведем, или в конце этой недели доведем уже через СМИ, через наши соцсети, до населения, и также будем к себе приглашать на вакцинацию. Сейчас у нас еще очень интересная тоже тема, это тема углубленной диспансеризации после перенесенного заболевания COVID-19. Поэтому, кто перенес заболевание, то есть не важно, когда, там, полгода назад, год назад, там, два месяца назад, лучше обратиться, записаться по телефону 122 на диспансеризацию, пройти ее полноценно, то есть мы тем самым выявим у вас, если у вас есть какие-то пусковидные синдромы. А что эта диспансеризация из себя представляет? Это углубленное изучение, соответственно, состояния здоровья человека, это, естественно, диагностика по крови, по функциональной диагностике, это функция дыхания, это какие-то нагрузочные тесты, особенно на легкие, на сердце, КТ при необходимости, то есть такая полноценная именно диспансеризация после COVID-19. То есть те локальные, куда бьет COVID, это свертываемость крови, это легкие, это нервности, мы, соответственно, эти все органы будем проверять, вот именно прицельно после COVID-19. То есть она более расширенная, более серьезная, чем обычный профосмотр либо обычная диспансеризация. По номеру 112 звоним и записываемся. 122. 122 звоним и записываемся. Сейчас у нас мест пока много, то есть запись еще не полная, поэтому можно буквально завтра записаться и не откладывать на завтра. Скажем, на постзавтра. Как мы это любим делать. Самые ответственные по традиции представители старшего поколения. В клубе «Активное долголетие» регулярно работает мобильный пункт вакцинации от COVID-19. Кстати, подробности в нашем материале. Алевтина Федоровна любит путешествия, занимается гимнастикой и посещает лекции в Одинцовском клубе «Активное долголетие». Однако сегодня пришла сюда на вакцинацию от коронавирусной инфекции. Уже для прививки вторым компонентом. Первую перенесла достаточно хорошо. Ну, немножко болело несколько уколов, плечо, но это был один день. Вот, в общем, все хорошо. Ей 73. Есть и сопутствующие возрасту проблемы со здоровьем. Гипертония, головокружение, щитовидка пошаливает. Поэтому прививку делала с осторожностью. Но сейчас чувствует себя нормально. Во-первых, я хотела куда-то съездить. Вот, потом муж сделал. Первый, второй, смотрю, хорошо перенес. Сестра его хорошо перенесла. Ну, думаю, ладно, надо делать, чтобы не думать. Кстати, чтобы ходить в активное долголетие, нужна прививка. Это тоже еще один повод сделать ее. В этот раз прививку сделали около 30 представителям старшего поколения. Большинству – вторым компонентом. А после вакцинации все желающие могли отдохнуть и пообщаться в просторном холле или на лавочках в уютном дворике у входа в Одинцовскую библиотеку номер один. В прямом эфире у ТВ-программы «Главная тема». Сегодня в нашей студии главный врач Одинцовской областной больницы Андрей Васильевич Фадеев. Телефон прямого эфира 8495 508 86 84. Андрей Васильевич, правильно ли я понимаю, что вот эти мобильные пункты вакцинации в активном долголетии продолжат свою работу? Да, конечно, мы будем продолжать свою работу и по вакцинации от COVID-19. И также вот мы сейчас усиленно работаем именно по гриппу. Вот то, что сейчас был звонок женщины по поводу центральной площади. Можно прийти, что будет и там в выходные дни. А также мы будем по графику выезжать в центр клуба долголетия. И также, соответственно, наших активных граждан, наших пенсионеров там будем прививать. Компанию мы в этот раз хотим провести более масштабную. Мы думаем, что будем выходить именно на торговые центры. И также будем выходить на наши парки. Сейчас, тем более погода, я думаю, что будет пока еще первое время, скажем, у нас золотая осень. Победы это ждем. Победы это ждем. Поэтому я думаю, что это будет тоже востребовано. И человек придется от коронавируса, придется от гриппа, соответственно, потому что никакой волны ему там третья не будет ему уже угрожать. Ну, кроме тех, кто не верит в прививки, в принципе, есть еще те, которые ждут определенную вакцину. Говорят, вот мне нужен мне ваш спутник ВИ, дайте мне, пожалуйста, КВИВАК. Есть ли в Одинцовском округе выбор вакцин? Может ли человек прийти на прививочный пункт и сказать, вот поставьте мне, пожалуйста, эту вакцину? У нас сейчас в наличии все четыре вакцины, которые есть в России. Это и спутник ВИ, это вот самая первая вакцина. Она самая массовая и, можно сказать, одна из самых эффективных. У нас есть спутник ЛАЙТ. Это, как правило, для ревакцинации мы его используем. Поэтому при необходимости, если у вас наступил период ревакцинации, либо после болезни, мы можем сделать спутник ЛАЙТ. Соответственно, это решает обязательно врач при осмотре, когда вас будет осматривать. Также у нас есть и ПИВАК-корона, это вакцина, которая делает новосибирский вектор. Тоже можно будет также прийти, она есть в наличии. И есть КВИВАК, это Чумаковская вакцина, последняя сделана не Чумакова. Тоже она есть, она как раз-таки это убитый штамп вируса. Она тоже в наличии у нас есть. Но, опять-таки, это все решается врачом при осмотре. Потому что определенные вакцины есть показания, есть противопоказания. Мы также начали прививать беременных. То есть сейчас можно, согласно последним указаниям Минздрава Американской Федерации Московской области, то есть вакцина именно спутник Вены безопасная, начинает с 22 недели беременности. Поэтому всем беременным, особенно, соответственно, 22 недели позже, надо, конечно, уже задуматься о вакцинации. Потому что, к сожалению, беременные женщины тоже заболевают. Болезнь, при этом, очень тяжело, коронавирусная инфекция у беременных. Мы знаем это, скажем, на опте нашей больницы, наше учреждение. Конечно, лучше привиться за себя. Это тоже особенность уже ждет ребеночка, от этой ситуации себя безопасить. Ты тоже отвечаешь не только за себя, но и за, собственно, будущего ребенка. Вакцинация безопасна, за 20 недели мы, поэтому, мило, все против, мы сейчас открываем пункт вакцинации в женской консультации. Я думаю, что начнем уже с понедельника прямо на месте, там прививать. Соответственно, мы пошли поставить на учет, и тоже можно будет сделать прививку. Вот если по-научному, в чем принципиальное различие этих вакцин? Вот почему люди так хотят КВИВАК и не доверяют спутнику? Давайте объясним, в чем разница, почему стоит доверять и тому, и другому, и слушать врача, который скажет, что нужно сделать. В любом случае, у вас формируется иммунитет. Он формируется у вас от коронавирусной инфекции. Почему спутник? Потому что, во-первых, мы видим эти антитела. Мы спутником привили больше всего людей. КВИВАКом привили порядка, может быть, 2000 человек суммарно за весь период. Пример, что же привили и ПИВАКом. И тысяч, наверное, около 130 мы привили уже спутником. Поэтому, конечно же, спутник, мы видим, что он эффективен. Мы можем эти антитела померить. То есть, если вы сомневаетесь, что там она сработала, не сработала, вы можете прийти к нам и сдать на постковидные антитела. Мы делаем, делают нашу лабораторию. Мы сразу вам скажем, какой у вас титр. И он у нас будет потихоньку, в течение еще месяца, он будет расти после второй прививки. То есть, КВИВАК и ПИВАК, они тоже хорошие вакцины, качественные. Соответственно, там содержатся штаммы убитого вируса именно в КВИВАКе. Поэтому люди стараются привиться ей, что это же такая классическая вакцина, в классическом понимании своего смысла. То есть, как она была там, допустим, 100 лет назад. Она примерно такая же. Но я, честно говоря, вот этой вот, даже не разделяю. Потому что я привел сам спутником, привел всю свою семью тоже спутником. И слава богу, что у нас никто там в семье не заболел. Я вот на примере вижу, что у меня, допустим, семья, кто привел спутником, никто из нас не переболел. Больше, так скажем, ну, я переболел в первую волну. И сейчас привелся повторно. Ну, как не повторно, а первый раз привелся пока еще. У меня пока нет еще по срокам ревакцинации. А моя семья там, родители, сестра, там, они были привиты спутником. И тоже, слава богу, никто из них не болел. Ну, люди же читают интернеты. А в интернетах, знаете ли, пишут. Ну, это надо тоже будет все-таки фильтровать. Там очень много, конечно, что... Пишут интересного. Да, интересного. И что вообще, можно сказать, со здравым смыслом не сильно пересекается. Поэтому, если вам нужна консультация по... Какая вакцина, как делать? Вы можете прийти сюда к врачу. Если вы будете с ним пообщаться, и вы решите, что вам делать не надо, никто, естественно, силы держать не будет. Придите поговорить, там, можно вам делать, нельзя делать. Диабет у вас, может быть, там, какие-то есть заболевания сердца, легких. Тогда врач вам скажет, какая вам нужна вакцина, когда можно ее сделать. А когда нужно ревакцинироваться? Через 6 месяцев. То есть от первой вакцины, либо от момента болезни. Нужно ли сдавать кровь на антитела, чтобы понимать, как у формы? Не обязательно. Не обязательно сдавать кровь на антитела, потому что даже у вас там будет 20-30 уровней антитела, все равно лучше делать вакцинацию. Потому что сейчас вот одного штамма вируса, который был сначала в Бразилии, потом одного штамма вируса был в Индии, они очень-таки активно, с чем была связана эта вторая волна, второй пик и подъем, это было снова связано с 10-м штаммом вируса. И при уровне антитела 10-20 антитела уже не работали. Для этого вируса штамма было мало. Поэтому лучше делать вакцинацию через полгода, независимо от уровня антитела. А если переходить к теме реабилитации после ковида, можно ли ее пройти в Одинцовском округе? И что она из себя представляет? Пройти сейчас ее можно. У нас сейчас, как раз в конце мира, у нас есть филиал Клинская. Он находится, правда, территориально пока в Москве, там на севере Москвы. Можно обратить реабилитацию от ковид. Также мы сейчас работаем с федеральным учреждением в Юдина, санаторием реабилитации в Юдина. То есть по направлению нашего учреждения можно прийти тоже реабилитацию от ковида-19. Сейчас мы сокращаем коечный фонд, вернее, не сокращаем коечный фонд, а освобождаем коечный фонд в КЦВИМИРе. И сейчас у нас не будет полноценной третьей волны. Я думаю, что мы в течение примерно трех месяцев, до полугода, развернем в КЦВИМИР полноценную отделение реабилитации уже на территории городского округа. Тогда уже, так скажем, мы загнём полный цикл по ковиду, начиная от диагностики, лечения от себя реабилитация. Это какие-то процедуры, это осмотр врача наверняка. Да, это, естественно, будет также диагностика, смотреть, какие все-таки функции по ковид-19 он вам, так скажем, нарушил. Это будет реабилитация по реологии крови, это реабилитация будет по функции лёгких, это, соответственно, будет препарат, улучшающая функцию лёгких, это будут нагрузки на лёгкие, это будет дыхательная гимнастика, это будут аппараты, стимулирующие именно кровообращение верхних, так скажем, верхнеплечевого пояса. Для того, чтобы было полноценное... Варибас с фиброзом лёгких, что вызывает ковид тоже, соответственно, образование рапсового тканя в лёгких, это всё будет в рамках реабилитации. И почему именно КЦВИМИР? Потому что изначально эта больница была пульмонологической, и мы знаем её долгую историю, когда она была ещё в подчинении города Москвы, что это была хорошая больница с пульмонологией. Мы там сохранили полностью весь коллектив, который там был, пульмонологов, соответственно, они, можно сказать, ждут, не дождусь, когда будут заниматься по своему профилю, заниматься именно реабилитацией после ковид-19 именно по лёгким. Мы с вами уже упоминали, да, вот постковидные синдромы, так понимаю, что реабилитация будет, опять же, с ним бороться. Вот, может быть, уточним, что такое постковидные синдромы? Победить болезнь мало, потому что потом может развиться он. Что может появиться после выздоровления? Больные после выздоровления, даже выпуски с нашего стационара, они остаются больными, например, ещё до полугода и более. У этих больных возникает проблема со свертываемостью крови, то есть, соответственно, у них резко повышаются все факторы, которые влияют, там, АЧТВ и так далее. Тем самым, у этих больных есть угроза травмоэмболии, а травмоэмболия может закончиться, к сожалению, плачевно, там, если будет лёгочная артерия, не дай бог, там, или это будут инфаркты, инсульты, если это будет травма попадать, соответственно, в мозг, либо в сердце. Кроме того, возникают проблемы по лёгким, то есть, человек до конца не может адекватно дышать атмосферным воздухом, он остается кислородозависимым. Лёгкие до конца не могут справиться с задачей именно с отношением крови кислородом, в счёт того, что были поражены сильно вирусом. Возникает проблема, что формируются тяжи в лёгких, такие фиброзные, то есть, по сути, лёгкая, перестанет быть таким функциональным органом, начинает идти там процесс особого образования, соответственно, и потихонечку всю эту ситуацию ухудшается, и тоже может прийти к смерти человека. Поэтому, конечно, будет с этим бороться. Есть препараты, которые тормозят фиброз, есть препараты, которые делают регрессию этого фиброза, есть препараты, которые, соответственно, улучшают функцию лёгких, то есть, такая целая терапия, она системная, и занимает примерно где-то 2-3 недели. Ну, такая, то есть, она, естественно, будет идти циклами уже, то есть, не будет развивать на этом всё, и занимает 2-3 недели. Но начать с того, чтобы пройти хотя бы сейчас углубление спонсоризации, понять, на ком у вас, там, скажем, что, ну, кроме того, я ещё не сказал про функции центральной нервной системы, которая может прожить ковид, почки там, и так далее. Соответственно, надо пройти, проверить, насколько у вас, соответственно, сейчас здоровье, соответствует, так скажем, вашему там возрасту и всего остального. И после этого уже врач примет решение о какой-то реабилитации. Да, ну, реабилитация и спонсоризация – это хорошо, а лучше, наверное, вакцинация. Будем говорить заданным языком. Да, начать с того, что лучше-таки от болезни, в первую очередь, надо будет защититься от вакцинации, но если этого не произошло, и вы не успели это сделать, и уже переболеть, то, конечно, надо будет заниматься своим здоровьем в плане реабилитации. Сейчас предлагаю перейти к другой теме, к теме ремонта медицинских учреждений. Сейчас работы в разгаре в некоторых из них. Где сейчас идут ремонтные работы? Значит, мы завершаем сейчас ремонт в нашем зенитарском филиале, зенитарской городской больнице. Он будет завершен уже, я думаю, в течение примерно 10 дней. То есть сейчас там уже ремонт, можно сказать, завершен, оставить какие-то мелкие, небольшие замечания. Завтра под руководством главы там будет проведен полный, полноценный обход всего стационара с, так скажем, с принятием после окончания ремонта. Я думаю, что будут какие-то замечания, которые должны быть устранены в чьем. Поэтому даем 10 дней устранить этих замечаний. И я думаю, что на этом мы завершим уже ремонт в зенитарской больнице. Кроме того, сейчас у нас идет ремонт приемного отделения. У нас будет приемное отделение по, так скажем, новому мировому образцу. Это называется врач к пациенту. Соответственно, не нужно будет, как сейчас это происходит, ходить по комитетам, допустим, проходить обследование. То есть вы приходите, находясь в одном помещении, допустим, находясь изолированным, допустим, в боксе, либо, соответственно, на кушетке. То есть мы сейчас формируем в виде таких вот небольших блоков, чтобы можно было пациенту комфортно находиться. К вам приходят, берут у вас кровь, вам делают КГ, вам делают УЗИ, соответственно, все делается на месте. То есть вы пришли, вас обследовали, поставили диагноз, и после этого уже сразу идете в отделение. То есть вы не ходите, идете где-то в очередях, ни кровь сдать, там ни УЗИ пройти, ни ГГС делать. По кабинетам бегать не надо. Не надо будет, да. Примерно в течение месяца мы закончим уже ремонт, сейчас уже идет ремонт, сейчас уже ремонт на работе на выходе. Кроме того, у нас там будет полноценная сейчас уже работа РСЦ, то есть также на первом этаже. Мы будем делать под РСЦ полноценную реанимацию на первом этаже и также оплату против шоковой терапии. Против шоковой терапии, да. Для них будет отдельный подряд скорой помощи, то есть они не будут, эти больные, пересекаться, там, допустим, те, кто пришли с самотеком, либо, можно сказать, ходячие пациенты с теми, кто там пришел, по жизненным показаниям сразу приводится в реанимацию и так далее. То есть это все будет намного быстрее и помощь будет оказываться быстрее. Местные партийцы проинспектировали ход ремонтных работ в хирургическом корпусе Одинцовской областной больницы. Результаты проверки в нашем материале. Пациенту будут подвозить УЗИ, КГ, делать обследование, назначать уже лечение и отправлять дальше. Пациенту больше не нужно будет ходить по кабинетам. Все необходимые обследования проведут прямо в палате, а по их результатам сразу отправят в профильное отделение. Сейчас в приемном отделении Одинцовской областной больницы полным ходом идут ремонтные работы. По качеству нареканий нет. На все наши вопросы и на все наши замечания подрядчик реагирует оперативно. После ремонта на первом этаже начнут прием пациентов, реанимационное отделение сосудистого центра и приемное отделение больницы. Ход работ проинспектировали представители местного отделения партии «Единая Россия». Все соответствует требованиям, все качества. Подрядчик проверенный, надежный, такие работы выполнял. Мы видим, что делается на самом деле на наш взгляд. Депутаты сегодня здесь были вместе со мной. Все очень качественно. По контракту ремонтные работы должны завершиться не позднее 28 ноября. Но строители идут с опережением. Поэтому ремонт правого крыла, в котором разместится приемное отделение, закончит уже к середине сентября. В прямом эфире этого программа «Главная тема» в нашей студии главный врач Одинцовской областной больницы Андрей Васильевич Фадеев. Телефон прямого эфира 8495 508 86 84. Тут, наверное, можно сделать небольшую ремарку. Сюжет снимался чуть меньше двух недель назад. Сейчас наверняка рабочие продвинулись еще больше. Как вы думаете, удастся ли, ну вот скажем так, амбициозные планы реализовать и закончить раньше сроков, установленных в контракте? Ну, я думаю, что так, потому что, в принципе, мы видим, что идет опережение графика. Ну, тут тоже ремонт делается, так скажем, капитально, поэтому мы не будем сильно их торопить, чтобы все это было сделано по технологии. Сейчас мы работаем, нас отделение работает, и приемное отделение работает сейчас в полном, можно сказать, в полном объеме, да, в тесноте, но в полном объеме. И наш суть центра работает уже, так скажем, на полную силу. И уже с апреля месяца уже больше 400 операций мы сделали в этом сутки центра. Поэтому, конечно, сейчас придется потерпеть, наверное, там месяца еще полтора в тесноте, но в целом там получим хорошее, красивое приемное отделение и, так скажем, полноценный сутки центра со своей реанимацией, со своими палатами. Конечно, будет для отец городского округа это будет такое, скажем, значимое событие. Еще об этом центре мы мечтали уже давно, потому что лет 5 уже была необходимость в этом центре сосудистого. Какие возможности оригинальный сосудистый центр дал нашему округу, нашим жителям? Ну, во-первых, наши все пациенты до этого ехали, соответственно, другие районы, Московской области либо, соответственно, в Москву. Сейчас мы соблюдаем правила золотого часа, соответственно, мы сейчас успеваем наших пациентов довозить до нашего сосудистого центра, мы делаем инспектирование, мы делаем все операции в право необходимой в зоне пациента хирургии, мы сейчас занимаемся активным лечением ОНМК, мы сильно развилили сейчас службу нейрохирургии, соответственно, что-то тоже вытекает из сосудистого центра. Поэтому вот в этом плане сейчас, конечно, у нас большой скачок, это, естественно, на благо жителей, что минимизировать смертность именно от БСК, это болезнь системы кровообращения, и, естественно, минимизировать заболевания смертности от инсультов. В региональном сосудистом центре, насколько я понимаю, самое современное оборудование, и, в общем-то, в этом году в Одинцовскую областную больницу достаточно много поступило, да, оборудований. Расскажите, пожалуйста, поподробнее, что, куда поступало, какие возможности появились. Ну, мне кажется, последние три года прям такой у нас рывок, скачок в поставке оборудования, потому что такого количества, конечно, мы никогда и не мечтали. Да, самое, наверное, глобальное это СУСИ-центр, потому что там больше 70 миллионов только стоит самооперационная, это она современная, сейчас самая современная, думаю, что Московская область, потому что она одна из самых, была последних укомплектована. Плюс мы получили сейчас два новых совершенно КТ-аппарата, они у нас уже работают, один у нас работает в поликлинике, в блоке лучевой диагностики, второй работают в районном отделении, это два аппарата тоже совершенно современные, новые, последнего поколения, производства компании Сименс. Потом у нас количество АВЛ-аппаратов, я думаю, что раз в пять увеличилось, чем оно было до ковидной истории. Сейчас мы планируем основку КТ-аппаратов в Звенигороде, в стационаре, там мы сейчас готовим, где раньше был пищеблок, идутся проектные работы по поводу установки КТ-центра, там будет у нас сделан КТ-центр и блок диагностики, это работа в 24 часа. Такие у нас планы сейчас вот именно по Звенигороду. Плюс, естественно, мы получаем уезде аппараты последнего поколения, сейчас мы получили в лоджике 7-й либо 8-й такие аппараты экспертного класса. Я уже не говорю про ЭКГ, аппараты про лабораторию, у нас сейчас шикарная лаборатория, современная, занимает весь шестой этаж поликлиники, тоже, думаю, одна из самых современных в Московской области. И с этим связано, что мы сейчас всю службу свою лабораторию перестраиваем, централизуем, чтобы делать качественные хорошие анализы на современном, большей части импортном оборудовании. Плюс, мы сейчас укомплектовали полностью все экстренные лаборатории. У нас сейчас в каждой реанимации, где бы не была наша реанимация, будь то инфекционная больница, будь то Звенигород, будь то Верхушково, находится полноценное оборудование по реанимации. Это и гемостаз, это и биохимия, это и клиника, то есть мы все делаем прямо около постели больного. Такого тоже, конечно, в больнице не было, так скажем, думаю, в год 30 такого не было, к сожалению. Что еще с тяжелого? Да, мы заменили сейчас почти все, у нас остался только один аналоговый аппарат, который находится в Звенигороде, мы сейчас заменили все остальные аппараты уже на цифровые современные аппараты, включая маммографы, флюорографы, рентгены, в том числе палатные, сейчас все находятся на цифровые. Заменили операционное оборудование, у нас сейчас ставятся лабороскопические стойки, мы сейчас все больше и больше делаем лабороскопии. Я думаю, что будет тот момент, когда у нас операции с разрезом, они будут, так скажем, единичными, и так мы будем делать, когда покинуем очень сильным показанием. А так сейчас мы обучаем наших врачей, обучаем сезиологов в ведении наркоза, в том числе работы с детьми, чтобы именно операции были малоинвазивные, качественные и, естественно, первое, безопасные. Если возвращаться к Звенигороду, после окончания ремонта, какие перемены ждут жителей? Значит, у нас самая сейчас большая перемена, что у нас отделение гинекологии переехало из этого старого здания с лером этого 6 на здание стационара. Это тоже большой плюс. Мы сейчас там существенно усилили реанимацию. Пришлось даже частично поменять команду в реанимации. Операционные изменили свою сейчас работу. Сейчас там у нас там полноценно сейчас травмацентр работает. Также закуплена лабороскопическая оборудование работает тоже в Звенигороде. Так же, как и Перхушково, собственно. То есть мы сейчас мы не делим, что у нас ЦРБ, как у нас старая ЦРБ была в Одинцово, что-то у нас такое, скажем, главное предучреждение. Все остальные там по достаточно принципу нет. То есть мы, соответственно, помощь оказываем на местах, чтобы людям это было удобно. Если, допустим, человек доверяет гинекологу в Звенигороде, чтобы гинекологу все необходимое для этого было. Чтобы была хорошая реанимация, чтобы были адекватные аппараты, адекватные были анестезиологи, чтобы можно было сделать эту операцию. И, соответственно, было чем эту операцию делать. Это стокиллабороскопическая современная, там гистероскоп и все остальное. Это все сейчас, соответственно, в Звенигороде есть. Но я так понимаю, что в этом и был смысл реформы здравоохранения, которая когда-то началась в Одинцовском округе. Я так понимаю, что вот она продолжается, да? Еще ряд медучреждений присоединились к Одинцовской областной больнице. Какие это медучреждения? Пока еще не присоединились. Сейчас на этапе присоединились. С 1 октября мы планируем присоединить к ЦОМИР как раз таки. Это вот бывшая 45-я больница вместе с московскими филиалами. И потом до 1 ноября уже остальные учреждения. Это, соответственно, Голитинские поликлиники, это Ершовская амбулатория и третья поликлиника, которая находится за линейной частью, соответственно. Тогда мы будем одним юрлицом на территории городского округа. И уже, соответственно, будут для пациентов стерты все границы. То есть независимо, где вы живете, там Ершова, Звенигороде, вам можно обращаться в любое учреждение, где вам удобно. Допустим, где вы там остались на даче, где вы там приехали в Одинцово зайти. Если вы будете врачи, соответственно, там Ершова или там в третьей поликлинике, естественно, можно будет обращаться сразу напрямую в первую поликлинику, где, собственно, аккумуляторность кадрами хорошая. И там всю эту помощь медицинскую получать. То есть границ для пациентов не будет никаких. То есть вам не скажут, зачем вы сюда пришли, потому что вы там не наши, там Ершовский, да, не к нашей амбулеторной или поликлинике. Хватает специалистов? Кадральный вопрос у нас Остров стоит уже давно. Мы его там максимально стараемся решать, потому что, как вы знаете, в Московской области очень привлекательные условия для работы именно врачом. Это и программы президентская, земские докторы, это программа губернатора социальной ипотека, это программа главы Комиссарской аренды жилья и служебное жилье. И вот я поднимал справку, мы с января месяца привлекли 101 врача. То есть это только врачи, не считая там медицинских сестер, там порядка 200 человек привлекли. Именно в Отечественской областной больнице. Это, конечно, и стационары, это и поликлиники. Но пока еще дискатор сохраняется. Мы над этим тоже активно работаем. Но в целом у нас, мы, можно сказать, каждый день привлекаем кого-то из врачей, там из среднего персонала, в том числе в узкие средства привлекаемые, это и офтальмологов, и лоров. То есть вот так вот. В целом, конечно, больница активно развивается. Нужно время, чтобы уже окончательно, скажем, укрепитироваться кадрами. Потом, опять-таки, когда мы кадрами уже укрепитуемся, дальше вопрос будет уже именно на квалификации кадров. Потому что я думаю, что мы будем избавляться от тех, кто не хочет учиться, кто не хочет адекватно оказывать помощь. То есть сейчас мы пока еще насыщаемся кадрами. Но будет момент, когда мы, соответственно, будем уже заниматься их качеством, таким прям детальным изучением качества. Ну и не могу не задать в финале вопрос. Начался учебный год, люди вернулись из отпусков, и действительно, как вы уже сказали в начале, заболеваемость, скоро простудными заболеваниями пойдет вверх. Как уберечь себя от инфекции, от коронавируса, от гриппа? Что нужно делать, как обезопасить? Ну, самую главную тему сегодня уже коснулись темы вакцинации. Привиться обязательно и от коронавируса, и от гриппа. Это даже не обсуждается. Если у кого-то есть сомнения, чем прививаться, приходите ко мне на прием. Я прошу приемы регулярно, практически каждый день. Приходите напрямую к моим замам, к терапевтам, соответственно, чтобы вы могли обсудить вопросы по поводу вакцинации. Стоит делать, не стоит. Какие у вас страхи и опасения? Мы с вами, соответственно, эти вопросы постараемся все обсудить. Кроме того, есть здоровый образ жизни. Это полноценное питание, это витамины, это свежий воздух. Это, ну, закаливание-то, конечно, будет идеально. Ну, и, конечно, надо соболеваться для вредных привычек. Потому что, изначально, помню, у меня была тема, что курение улучшает ситуацию с коронавирусом. Это, к сожалению, не так. Люди эти болеют, болеют тяжело, потому что легкие уже скомпрометированные. То же самое если человек полный, если человек не с лиственным за своим здоровьем либо там какой-то прийти алкоголь, это тоже все ухудшает заболевания всех заболеваний, даже не исключая коронавирусные. Поэтому здоровый образ жизни и вакцинация, еще раз вакцинация. Я напоминаю, что мы в прямом эфире 8495-508-86-84. Здравствуйте. 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 Как вас зовут? Меня зовут Галина. Галина, очень приятно. Я хотела задать вопрос нашему главврачу. Задавайте. У нас в поселке Назарево нет врача-терапевта. Это уже у нас где-то года полтора. И когда у нас будет этот врач-терапевт, нам тяжело... Вот мы... Я инвалид второй группы и очень тяжело ездить в Перхурского нам. Спасибо, Галина, за вопрос. По Назаревому врача сейчас активно ищем. У нас там была проблема с врачом уже примерно полтора-два года. У нас одно время там фельдшер заменял врача, выезжал, там, скажем, на вызовы объезжал. Сейчас прикрывает Перхушково, прикрывает Горки-десятые эту территорию. Ну, конечно, тоже это не дело. Поэтому вот эти вакансии у нас опубликованы. Мы по всей России врача ищем. Мы участвуем на всех ярмарках в вакансии. Я думаю, что учитывая программа, которая есть в Московской области, мы врача этого найдем. И еще ситуация была, когда ковидная, то она очень существенно эту ситуацию, так скажем, с врачами осложняла, потому что врачи работали по местам в своих регионах, потому что ковидные деньги были очень хорошие, которые воплачил государством по федеральной программе. Естественно, все были заинтересованы остаться на местах, работать по этим ковидным программам у себя в регионах. Сейчас ковид уже практически ушел, там осталось единичное, может быть, какие-то случаи. Поэтому я думаю, сейчас врачи мы будем более уже массово, более широкими шагами врачей привлекать. Спасибо большое, Андрей Васильевич, что пришли к нам сегодня в студию. Спасибо всем, кто провел свое свободное время вместе с нами. Берегите себя. До новых встреч на ОТВ. Спасибо. Начала практиковаться не только кинологической службой вообще. Однажды у нас был даже такой, приглашали мы школьников, когда к нам приезжал отряд Лиза Алерт тоже с собаками. Это не однажды, это прям практикуется. Глазки у ребят светились, горели, много вопросов задавали, очень интересно. Мы продолжим дальше все это, конечно, делать. Также приглашать и школьников, и старшие классы, и младшие классы. Следователи хотят быть. Да, и очень даже хотелось бы, чтобы дети пошли в том же направлении. Такая профориентация уже. По большому счету. Был день пропавших детей, мой с такой радостью прибежал. Мама, мама, я отпечатки пальцев снял. Вот казалось бы, вроде бы ничего такого.